Это не растаявший первый снег. Ручей течет из переполненной канализации в огороды жителей поселка Лебяжье. Со слов местных, поломка беспокоит их около года, но пика проблема достигла в конце лета. Сточные воды вообще перестали задерживаться в канализации. Супруг у меня даже как-то, кто приезжает откачивать, задавал вопрос, говорит, сделать что-то можно. Там, говорит, у вас что-то осыпалось, люк разрушился, там кольцо. Никто ничего делать не будет, средств на это нет. Сломанной канализацией пользуются два дома, всего 20 квартир. Раз в день вода откачивает осенизатор. Естественно, за дополнительную плату. Выходные, соответственно, никто не выкачивает, только в будние дни, в рабочие дни. И оно все течет, и этот запах все равно стоит, мне тоже неприятно. Несколько раз собственники вызывали частника для откачки сточных вод. Информация о проблеме дошла до городской администрации. Там пообещали, что теперь отходы будут выкачивать и в выходные, и в праздники. Это все, чем они могут помочь. Как сообщили в администрации района, проведение работ в зимних условиях невозможно. Будет нарушена работа системы канализования. Здесь тоже два пути, по большому счету, это судебный и административный. В судебном порядке это будет долго и результативно через несколько месяцев только, скорее всего. Административный метод воздействия – это обращение в органы Роспотребнадзора, потому как неработающая канализация, она вызывает нарушения, в том числе и санитарно-эпидемиологические. Почему сломанный люк не починили, когда было тепло – вопрос риторический. В администрации города говорят, что строительство нового коллектора в проекте, но уже на следующий год точные даты ремонта никто не называет. Жители опасаются, что весной их затопят с точными водами и ремонт канализации снова отложат на неопределенный срок. Полина Жданова, Илья Халяпин, Николай Шилко. День с толком.